всем привет 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 а мы начинаем новые закупочки ну я сегодня не ходила за покупками я выходила прогуливаться но заодно зашла в турецкий магазин и second hand кое-что купила сейчас покажу значит так вот у нас яблоки вот такие неказистые яблоки вот их здесь много сейчас я вам покажу сколько их их тут наверно килограмма 4 вот стоили они 10 крон то есть это 1 евро прямо мне повезло работник магазина прямо их загружал в мешки народ их разбирал ну и я соответственно тоже взяла то есть кто такой если кто-то покупал эти яблоки час назад они мы стоили 2 евро килограмм дальше у меня закончился чеснок я купила бы такой чеснок ну естественно китайский у нас сейчас нигде ничего не растет как в китае ну и я пользуюсь вот такой да чеснок стоил помогу полтора евро вот этот вот мешочек полтора евре к народ просит озвучивать цены да я буду озвучивать цены значит вот этот вот чеснок это сушеный чеснок я покупаю все время его я его добавляю во многие блюда мне нравится не нужно морочиться не нужно заморачиваться вот как старым чесноком но очень короче вот такой чеснок я купила две упаковочки все это из турецкого магазина и каждая упаковочка стоила 2 евро вот такой 90 граммов так дальше последняя покупка в турецком магазине значит это такие таблетницы сейчас открою и покажу подробнее какие это таблетницы как ну как обычно хочешь хочешь быстрее и лучше а получается как всегда ладно сейчас был смотреть что тут нужно сделать как тут можно его вскрыть так значит у меня была такая таблетница только голубенькими крышечками она у меня побелась я пью витамины и каждый день мне от отмерять я пью я пью биотин пью витамин d потому что здесь здесь у нас в швеции нужно пить витамин d и пью вот уже какой-то trouble так и пью омега-3 омега-3 вот омега-3 две капсулы 844 таблеточки я сюда кладу 4 витаминки и пью каждый день одну купила и она мне разбилась у меня отбилась две литры крышки надо выбросить мусор вот это одна для таблеток а вторую я купила для своих бижутерийных надобностей то есть они вот в эти ячейки удобно складывать какие-то там шапочки колечки в общем 2 купила для этих нужд так а потом я зашла в second hand купила вот такие вещи купила бы такой соляной подсвечник мне он понравился в общем стоил он недорого 2 евро в общем я его и прикупила так дальше купила бы такой стаканчик но это стаканчик до стаканчик для чая но я его буду использовать как вазочку почему купила вот ее цена еврик значит почему купила а у нас в детстве у мамы были вот такие подобные папа как-то привозил из азербайджана вот и я вот мне захотелось иметь такую в доме по ну нет не такая подобная в общем очень захотелось мне вот вот как в память о детстве ну и еще одна штука и и наверное помнят и знают все у нас киеве был он и есть сейчас наверное этот магазин называется болгарская роза и вот там продавалась вот такое эфирное розовое масло естественно я его естественно я его купила я не знаю это с тех времен или это уже современная ну в общем розовое масло вот такой вот бутылочки прям очень-очень мне напомнило мое детство вот с одной стороны роза с другой стороны женщина болгарка вот так вот эта штуковина тоже стоила 1 еврик в общем как то так вот распечатала яблоки вот такие яблоки пойдут яблочки мои на компотик и на шарлотки не знаю сколько получится здесь 1 2 шарлотки нам вот ну и компотик не захотелось я купила я купила другие еще фрукты замороженные я вам показывала их раньше но ты хочу сделать вкусный компотик из него а мы продолжаем наши закупочки так в этот раз в вот такое масло которое без соли которое в прошлый раз покупали без соли уже закончилась так ну это от баловства купила еще попробовать ну вы знаете я люблю такие штуки чем больше химии тем вкуснее в общем купила купила в этот раз попробовать вот эти палочки да кстати о цене масло стоит 4 евро 39 что ли крон ну короче в общем 4 евро вот это вот ерунда стоит евро 60 или евро ну в общем евро 60 где-то так так дальше шутбуллер сейчас я буду кушать поэтому он уже даже приоткрыла он уже даже приоткрыла в общем это вот эти которые такие мясные шарики значит они стоили в районе 5 евро вот эти шарики мясные так вот это вот филе филе так как я вот я их купила две упаковочки здесь у нас по ну в общем кило 400 почти и здесь тоже ну в общем кило 400 кило 400 это немецкое немецкое мясо вывозят из германии это вот такой вот биточек просто чисто биточек значит я не помню сколько она стоит я не помню честно не помню нос так как я как это сказать член член клуба это для меня это для меня это со скидкой я покупал это 4 евро килограмм но так стоит между шестью и семью евро микки евро кица килограмм вот это мяско вот это штуковина это бок микс тут ничего такого особенного нет тут морковь двух цветов на красный лук брокколи и как она называется и фасоль а и спаржевая фасоль вот это штуковина стоит евро шестьдесят вот этот вот пакет целый килограмм так курица курица я не помню сколько стоит эта курица но я знаю что килограмм стоит 390 евро стоит один килограмм здесь кило 618 ну вот можно посчитать сколько она стоит эта курочка так дальше вот это штуковина я купила хочу запеканку это такой сейчас покажу какой это такой творог он практически жира не имеет этот творог в общем вот такой он совсем совсем вот такой хочу сделать запеканку но я такой творог покупаю я люблю из такого творога делать запеканку и последнее время добавляют запеканки яблоки получается но очень 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 вкусно было сказать творог этот стоит около трех евро около трех евро за закину вот за этот вот вот этот вот мешок вот это вот ведерко килограммовая стоит около трех евро значит вот эта штуковина я покупаю тоже четвертая бутылка которую я буду лакать и уже последние последние добираем поск муст но уже скоро появится новый появится саммер муст ну практически такой же на вкус но мне из всех больше 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 всех нравится саммер муст значит меня вот этот пуск муст он сейчас так как это последние бутылки продаются он стоит 6 крон это 60 сантимов плюс 2 кроны это 80 сантимов стоит ну да 80 сантимов стоит одна бутылка а стоил он евро 40 то есть это 14 крон плюс бутылка то есть 16 крон он стоил когда когда был стою так а вот эта ерунда стоит евро 20 евро 30 здесь два литра ну вот в общем вот такая вот штуковина еще купила хлорку я люблю хлорку покупать потому что я люблю хлорку в общем то в общем здесь полтора здесь 2 литра вот 2 литра она годится для всего для того чтобы мыть стирать убирают им в общем она для всего годится и для раковины для и и для дезинфекции, в общем, для всего. Значит, вот эта хлорка стоит евро 50. 15 крон стоит одна бутылочка 2-х литровой вот этой хлорочки. Так, вот такие маслины. Испанские черные маслины, они не крупные, но они без косточек. Это специально для салатиков такие маслинки я покупаю всегда. Очень мне они нравятся, эти маслинки. Так, купила попробовать еще вот такой яблочный мусс. Это уже из другого магазина, хочу попробовать. Это из красных яблок. Если я брала из зеленых, то этот уже из красных яблок. Следующее, вот захотелось мне ананасиков в сладком сиропе. Ну, они здесь написаны в соке, ну, не знаю. Я, в общем, захотелось мне этих ананасов. Я пошла и купила себе ананасы. Я сырые ананасы не люблю. У меня от них выскакивают какие-то, короче, неприятные какие-то ощущения на губах от обычных ананасов. Я их не люблю, никогда не покупаю, редко очень. Ну, и вот такие бананы. Значит, по ценам. Эти бананы стоили 2 евро. Это Колумбия. Для меня, как для члена клуба, они стоят 1,20 евро за килограмм. Вот эти бананы. Это очень дешево. Вот эти маслины стоят 1,90 евро, ну, около 2 евро. Очень выгодная цена. Очень выгодная цена. Так, вот это стоит еврик. Так, а вот эти ананасы стоят 1,80 евро. Вот такие цены. Завалялась у меня в рюкзаке. Вот, еще купила. У меня есть замороженное тесто, слоеное. Я хочу сделать тортик. Вот купила, как это называется, вареная сгущенка. Вот эта вареная сгущенка стоит 2,80 евро. А мы продолжим с покупочками. Ну, сегодня так. В общем, это рыба. Это филе. Аляска полок филе. Я не знаю, что это за такая рыба. Здесь у 950 грамм. Стоит она 9 евро килограмм. Я купила здесь филе. Здесь я уже покупала неоднократно. Здесь нет никаких ни костей, никаких ни шкур, ни плавников, ничего. Я такую рыбку люблю купить и сделать из нее котлетки. Вот такая рыбка на котлетке. Так, молочко. Молочко очень странное. Сейчас скажу. Вот, здесь 1,7-1,9% жирности. В этом молоке здесь 2 литра. Стоит это молоко 2,50. Вот. Я говорю цену в евро. Так, дальше. А, ладно. Значит, вот салат. Это рукула. Здесь 65 грамм рукулы. Я не ем. Мой муж захотел ее купить. Другой не было. Была только такая. Вот. Она стоила евро 30, а сейчас стоит 90, 90 сантиметров. В общем, вот такая рукула. Вроде недавно покупала. Я не знаю, куда она подевалась. Пришлось купить новую. Вот такая вот, как она называется. Прозрачная пленочка для того, чтобы закрывать продукты. Вот такая. 30 сантиметров шириной и 60 метров длиной. Я покупала недавно, но я не знаю, где она. Так. Зубная паста. Вот такая. Попсодент. Большая. Вот. В общем, попробуем. Так. Здесь у нас вот такие мыльца. Мыло люкс. Вот. Мой муж любит такое мыло. Мы покупаем. У нас разделение. Я пользуюсь гелем для душа, а он исключительно мылом. Так. Дальше. Дальше. Ой. Я чек выбросила. Я не помню. Ну, мыло в районе евро. Евро с копейками стоит это мыло. Евро 20, что ли. Так. Вот эта штука. Это была акция. Это ополаскиватели Glisscore. Здесь просто называются Gliss. Я всегда их покупала в Украине. Они назывались Glisscore. Поэтому я их так и называю Glisscore. Значит, вот эти ополаскиватели, две штуки, я заплатила за них 5,60, что ли. Вот. Вот так. Так. Дальше. Моя любимая водичка. Она стоит копейки. Она стоит в районе 50 сантимов. И плюс еще 20 сантимов стоит бутылка. Ну, то есть, где-то 70 сантимов стоит вот эта водичка. Так. И вот. Средство для стирки. Значит, это для белого, а это для цветного. Вот. Попробую. Я еще такое никогда не покупала. Я не знаю, как оно. Посмотрим. Ну, вот здесь вот написано. От 27 до 33 стирок хватает. И температура здесь, вот для белого. От 20 до 95 градусов. И для цветного от 20 градусов до 60. Ну, как правило, мерный колпачок. В общем, завтра попробуем. А у нас опять закупочки. Но в магазин ходила не я, я стирала. В магазин ходил мой муж. И вот, что он купил. Это мыло для рук. На кухню я покупаю вот такое мылко. Значит, здесь у нас мед и молоко. Это для кухни. Так. Дальше. Вот такой вот салатик Айсберг. Ну, короче, такой неказистый. В общем, он его ест, он его сам покупает себе. Я к этому отношения не имею. Мурсия, Испания. Так. Дальше. Дальше у нас вот такие помидорчики. Вот уже некоторые поотваливались. Ну, в общем, сказал, что были такие. Они не очень ему понравились. Но, в общем-то, купил. Тут, по-моему, стебельков больше, чем помидорок. Так, и вот несколько огурчиков. Тоже сказал, что они какие-то все мягкие были. Ничего было выбрать. Ну, в общем, вот такие огурцы. Ну, я, собственно говоря, попросила купить его лоток яиц. Сейчас посмотрим, какие они. Эти яйца на величину. Ну, ничего. Вот я вижу такое довольно-таки крюкненькое. На это такое какое-то... Хотя, как будто бы одинаковое. Сверху смотрится как будто бы поменьше. Ну, в общем. В общем, вот такие яйца. А еще я купила вот такой хлеб. Это вот такие багетики маленькие. Вот такие вот они хорошенькие. Так. И вот такие вот булки с маком. Вот. Но я их купила не для еды. А я их купила. Их тут много. Стоило все это целый еврик. Потому что это вчерашний хлеб. Ну, вот. И я его купила для того, чтобы сделать котлеты. Ну, мне, конечно, этого много. Я засушу. Ну, вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Вот эти багетики у меня пойдут на котлетки. Я сегодня буду делать к обеду рыбные котлетки. Вот. Так у нас обычно хлеб оставался. Ну, и плюс я пекла белый хлеб. Сейчас я пеку хлеб. Ну, вот такой вот он серенький. С ржаной мукой. И он как-то так у нас съедается. Его немного. И, в общем-то, мне ничего не остается на котлеты. В общем, пришлось купить. Это у меня первый раз в жизни. Когда я покупаю вот такой вот. Вот такой вот. Ну, он чертвый. Ну, как чертвый. Он не совсем чертвый. Он мягенький. Но он, конечно, не такой хрустящий, как свежий. Но он такой лучше, чем когда берешь свежий. Свежий совсем получается. Такой, как губка. Ну, в общем, неприятный. Ну, посмотрим, что у меня получится. Так. О ценах. Забыла сказать о ценах. Лоток яиц стоит 3,50 евро. Помидоры стоят 2 евро килограмм. Сколько эти, я не знаю, чека я не вижу. Но я просто знаю цены в этом магазине. Вот этот вот салат стоит 80 сантимов. Если покупаешь один, если берешь два, то стоит евро 50. Огурцы стоят 2,90 килограмм. Вот такие огурчики стоят 2,90 килограмм. Сколько здесь, я понятия не имею. Ну, а вот это мыло, оно стоит полтора евро. Вот эта вот упаковочка стоит полтора евро. Вот так. А, ну и хлеб, я уже сказала, я за него отдала еврик. А так еврик стоит 2, 2 вот таких вот стоит еврик. Или же 4 вот таких булки стоят 1 евро. Вот это в Лидл. Цены я уже их знала наизусть. Вот, я переложила хлеб в более новый презентабельный пакетик бумажный. Мне попалась даже одна булка вот такая без мака. Значит, я посчитала 5 маленьких багетиков и 8 булочек. Я считаю, что это просто супер для того, чтобы за еврик на котлеты. Это просто супер. Ну, все. На этом заканчиваю эти закупочки. Будем начинать следующие. Все, всем пока, 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 пока.